нашего разговора, такая очень непростая, но тем не менее очень актуальна эта тема, связанная с кризисом среднего возраста. Вообще, что это такое, кризис среднего возраста? Давайте вначале проанализируем само название. Кризис слово греческое и переводится буквально на наш язык как суд. Суд. Вообще, суд, эта инстанция, скажем так, если так образно в данном случае размышлять, эту инстанцию человек может вообще никогда не посещать в течение своей жизни. Он может проходить мимо этой инстанции, этого учреждения и даже не знать, как там все устроено. Пока у него все в порядке с законом. Если у него все в порядке с законом, значит, все будет нормально. И вот точно так же кризис, если мы этот образ перенесем во все остальные области человеческой жизни. Потому что человек живет не только в юридической плоскости, в отношении к законам, к примеру, к государству, но также и в отношении собственной душой, в отношении с супругой или супругом, с детьми своими, с друзьями и так далее, и так далее. И хотя юридических проблем в этих областях у человека может не быть, но тем не менее, кризисы могут быть в отношениях, начиная, как я уже сказал, с собственной души и заканчивая отношениями с окружающими его людьми, кто бы это ни был. Это если кратко сказать о том, что такое кризис. А вот что такое средний возраст? Очень полемичная вещь, сразу вам скажу. Потому что средний возраст для всех людей, он по-разному начинается. Вот психологи обычно говорят о том, что средний возраст начинается с 30 лет. С 30, да. Некоторые говорят, с 35. Ну, вообще, как бы закономерности какой-то, наподобие математической формулы, конечно, эта психологическая закономерность не имеет. Когда заканчивается кризис среднего возраста, то это тоже вопрос очень сложный. Это вообще может никогда не закончиться. А может и вообще никогда не, вообще не начаться кризис среднего возраста. Он, то есть кризис среднего возраста, протекает во многих областях человеческой жизни. И, конечно, у каждого человека по-разному. Это не только кризис личности. Это кризис и человека в качестве социальной роли какой-то. Это также кризис, сексуальный кризис. Иногда кризис среднего возраста совпадает с таким вот медицинским симптомом, климаксом. Вот в данном случае само слово греческого происхождения переводится в наш язык как лестница. Это значит, что это состояние, в основном медики, конечно, объясняют с точки зрения физиологической, то есть начинает меняться женский организм. Нужно заметить, что медицина современно говорит также о климаксе мужского. То есть не только женский, и мужской. И именно в эти периоды очень большие гормональные перемены ожидают человека. И, конечно, на этой даже такой гормональной почве, физиологической почве, могут начаться очень серьезные проблемы и в перемене какого-то психологического образа человека в том числе. Опять-таки, этот климакс, он тоже начинается у каждого по-разному. В основном, конечно, говорят о том, что у женщин он наступает до 50 лет, и у мужчин после 50 лет. Как правило, такие основные проявления этого климакса связаны, вам известно, не буду особенно там говорить, углубляться, но с репродуктивными возможностями человека, мужчин и женщин, и также с сексуальным влечением. И, конечно, все это имеет огромное влияние на душевный мир человека, с которым все это происходит. Поскольку климакс – это естественное состояние для человека, то есть каждый человек должен… Это, знаете, как состояние, скажем, есть там период детства, отрочества, юности, зрелости, старости. Вот это переходное такое состояние. То есть с одной ступеньки на другую. Так вот, мы в первую очередь должны оценить вообще кризис среднего возраста, оценить, что это такое и как к этому относиться. Относиться к этому как к чему-то естественному или противоестественному. Нужно понимать, что если мы будем рассматривать кризис этого возраста с кризисом личности человека, а что такое личность человека? Личность человека, если мы будем говорить о структуре личности человека, то она вмещает в себя огромное количество каких-то плоскостей бытия. Вот, например, человек живет в плоскости… Вот личность – это то, что охватывает вообще всю жизнь человека. И все это переживается внутри человека. Вот, например, какие-то социальные неудачи – это переживается внутри человека, внутри его личности. Или, скажем, те же сексуальные неудачи. Они тоже переживаются человеком внутри. И есть такая замечательная латинская поговорка, она говорит, что кто предупрежден, тот вооружен. Это значит, если человек имеет правильные представления о жизни, он старается жить по правильным каким-то вот нормам человеческой жизни, то он все-таки может избежать кризиса. Вот даже есть… Мы, конечно, будем говорить о кризисе под расколом в другое время, вообще о воспитании детей. Но даже кризис подростковый может все-таки человек избежать. Только вкратце скажу, он может перешагнуть. Вот это очень сложное время для формирования личности человека. Здесь все зависит от того, насколько будут доверительные отношения у ребенка с родителями. Если ребенок будет доверять родителям, если он будет оказывать послушание, то он сможет избежать тех трагедий, которые связаны с этим возрастом. А если он «я сам, я знаю, как жить» и так далее, «не учите меня жить», то, конечно, здесь будет больше гораздо проблем, потому что этот кризис переходного возраста может затянуться у человека. То есть, опять-таки, здесь нет никаких закономерностей. Многое зависит от воспитания человека. И вот все-таки мы говорим о кризисе среднего возраста, поэтому нужно понимать, что зависит это и от духовности человека, от его какой-то вот такой правильной психологической устроенности. Вот, например, если человек, ну, скажем, неуравновешенный, и если он подходит к этому рубежу кризиса, и он неуравновешенный психологически, то, конечно же, ему будет очень сложно правильно пройти этот рубеж кризиса, и он может инвалидом выйти из этого кризиса. А кто-то из этого кризиса выйдет, понимаете, с переориентацией своих целей, потому что человек доменяется. Ну, это вот одна как бы сторона. Значит, затем можно вот что сказать. Вообще, почему этот кризис возникает? Именно вот есть, помните, у Бальзака такое произведение, оно называется «Тридцатилетняя женщина». И отсюда, собственно, появился такой, как бы вот, уже, можно сказать, устойчивый термин «бальзаковский возраст». Бальзаковский возраст – это возраст именно тридцатилетней женщины. Бальзак пишет о тридцатилетней женщине, о ее волюнтаризме взглядов, там, мировоззренческом и так далее, и так далее. Но вообще, психологически принято говорить о «бальзаковском возрасте», как о возрасте с тридцати до сорока. Но, опять-таки, это все тоже, понимаете, здесь скорее нужно говорить не о хронологической какой-то стороне, потому что она очень растянута или очень сжата бывает. А идет речь именно о психологическом состоянии человека, когда он переживает этот кризис. Так вот, почему начинается этот кризис? Потому что к определенному возрасту, а имеется в виду, будем говорить все-таки о тридцатилетнем пока рубеже, накапливается достаточно много проблем в жизни человека, и вот эти проблемы, они на протяжении жизни не решались, эти проблемы. Вот, то есть, как я уже говорил, что проблемы разные совершенно могут быть. То есть, это вообще вот все плоскости человеческой жизни. И вот когда вот эти проблемы у человека накапливаются, и он, подходя уже к этому важному рубежу своей жизни, он понимает, что как бы так дальше жить нельзя. Потому что тот мир, который он создавал, он начинает трещать и по швам, и не только по швам, он просто трещит этот мир. То есть, этот мир, который он создавал вокруг себя и внутри себя, он несостоятелен для того, чтобы пережить вот этот переход от, переход к зрелости. Переход к зрелости. И, конечно, многое зависит, скажем, от того, кто там... Вот почему и говорят, что очень важно, если это в семейных отношениях, значит, протекает этот кризис, то очень важно, кто будет третьим в этих отношениях. Почему третьим? Потому что еще называют этот период как бы состояние пустого гнезда. Почему пустого гнезда? Потому что в этом возрасте обычно дети покидают родительское гнездо, и они живут уже своей жизнью, как бы там поступают в какие-то учебные заведения. И у супругов начинаются новые отношения без детей. И, конечно, многое вообще нужно переоценивать, потому что в основном там, скажем, матеря, они опекали своих детей, а тут как бы опекать уже не нужно детей, а вот муж, а к нему как относиться. Ну, очень-очень много вот накапливается таких вот проблем. Не так давно я имел общение с одной женщиной, которая ради своих детей, она оставила мужа и уехала, ну, в этом возрасте, когда детям нужно было учиться уже в каких-то учебных заведениях. И поскольку после девятого класса ребенок поступил в училище, и нужно было переехать в другую страну, в другой город, вот, и она оставила мужа. В смысле оставила, не развелась. Она просто его оставила, потому что считала, что важнее в данном случае опекать ребенка, а супруга оставила. Ну, и он за это время нашел себе другую женщину. Она приехала, и как бы он говорит, ну, я тебя уважаю, как вот мать моих детей, вот, ну, как бы я с тобой дальше жить не могу и не хочу. Она, конечно, очень страдает от этого, согрушается. Ну, потому что, как бы, там уже она поставила ребенка, что называется, на ноги, а когда вернулась в гнездо, как бы все, там уже, как бы, ее не ждут. Вот. Понимаете? И очень важно человеку, вот, вот, как бы не, вот не запутывать себя по жизни, вот, как бы решать все вопросы, отвечать за свои слова. Вот, что бы он ни делал человек, он должен отвечать за свои слова, за свои поступки должен быть. Иначе в какой-то момент начнется, вот такой, знаете, какой-то вот ответ, который будет иметь такой вот, знаете, черную ступенчатость. Вот, говорят, одна черная полоса, говорит, я не гнил, я вот еле оправился от одной черной полосы, наступила другая черная полоса, потом третья. И вот человек чувствует, что он уже не может, он задыхается, он в отчаянии, он готов просто покончить жизнь собой. А все это наступает момент, когда нужно отвечать за это все. Вот, скажем, за какой-то, может быть, за безалаберность, за свои слова. Вот, вот, знаете, есть вот такие слова женщина, не, вот, женщина в 45, нет, баба в 45, ягодка опять, понимаете? Вот, вот этот момент, вот почему она ягодка или она не ягодка? Вот, все зависит от того, как она вообще, вот смогла ли она правильно пережить этот кризис? Или она опять упорствует в своем каком-то упорстве? Она опять права? Причем я спросил эту женщину. Я говорю, а как вот вы выстраивали свои отношения до того, как вы уехали? Ну, говорит, я очень сейчас хорошо и отчетливо понимаю, что я там позволяла себе вот такие вот эпитеты, вот, крепкие вот, его адресы. Это, конечно, создавало какую-то такую, для него, конечно, психологически невыносимую атмосферу, я так понимаю, потому что... А там, ну, любовница, она ведь что? Она вроде как, понимаете, всегда воспринимает его как желанного человека, понимаете? Вот, и, конечно, она создает максимальный комфорт ему. Но это не значит... Почему мужчина не поехал поднимать ребенка за кровью? Нет, вы знаете, я пока сейчас... Это будет в качестве вопроса потом. Хорошо. И вот, понятное дело, что все это время, пока она была с ним, он размышлял о жизни. То есть, нельзя сказать, что он какой-то был там плохой муж, глава семьи и так далее. То есть, как бы так интересуешься и понимаешь, что человек, ну, как бы нормально был. Ну, мирской там, понятное дело, человек, и не все у него там были правильные представления о жизни, но, тем не менее, он, скажем, не какой-то там порочный пьяница, там, и блудник, который там жил. Нет, такого не было. То есть, это первое, как бы его было, по сути, такое увлечение. И вот, понимаете, какая аргументация? Ведь мужчина, вы помните, говорили, что мужчина в своей психологии очень сильно отличается от женщины. Вот женская психология, она больше, понимаете, вот поскольку она связана с очагом семьи, то она называется хранительницей очага. А если она хранительница очага, что это значит? Это значит, что она должна согревать, вот, своей душой, понимаете, своими эмоциями должна согревать именно этот очаг. А мужчина, он больше по внешним контактам, по внешним связям. И он более чувствует себя уверенно именно в этом внешнем мире. Вот почему мужья, ну, как бы так вот, знаете, слабоватенько могут смотреть за детьми, или вот, ну, как-то опекать детей. Вот если там женщин, жене приходится уехать, там, может быть, в санаторий и так далее. Вот. Не, ну, конечно, дети этому радуются, если он просто искренне пытается это все делать, там, оформить. Вот. Но, конечно, это сложнее, потому что это не его, как бы, область. Вот. И вот я говорю об аргументах в данном случае. Вот мужчина, он всегда подводит под все аргументации, какую-то, такую вот логическую базу. Почему я ухожу от своей жены? Ну, если коротко, она меня достала своими, вот, постоянными вот этими эмоциями. Она вот давит на меня, я уже не могу так сколько можно. А здесь меня понимают, здесь... И потом. Дети уже устроены. Жена тоже не пропадет такая. Вот. Она очень такая уверенная, все. Вот. Имеет твердые, значит, такие способности и так далее. Поэтому я лучше поживу хоть спокойно на старости лет. Почему говорят, седина в городу, без ребро. Но обратите внимание, в ребро, вот, хотелось бы отметить, что все-таки не в его ребро, а ребро – это женщина. Это вот в женщину, понимаете, он искушает мужа через женщину, через ребро его. Вот. И он ее, понимаете, а как искушает? Он говорит, да самое главное там, чтобы были семейные ценности, чтобы там было, ну, скажем, дети, там все. А вот, понимаете, она то, что она где-то должна, может быть, и уделить внимание себе. О том, что вот дети покинут семейное гнездо, они останутся вдвоем. Он должен проявлять к ней какой-то интерес. Он должен видеть в ней не только жену, не только мать, но и женщину должен видеть. Но что, но опять-таки попутно мы должны ответить. Вообще, что такое сексуальность с точки зрения именно православного богословия? Вот это что-то негативное или это положительное что-то, сексуальность? Вот нужно сразу же сказать, сексуальность – это то, что является положительным. Почему? Потому что это то, что Бог дает, вкладывает в мужчину, вкладывает в женщину, для того, чтобы у них было влечение. Иначе не будет продолжения рода человеческого. Если не будет вот этого сексуального начала, и нужно отметить, что семья создается, семья создается. И некоторые думают, что только для продолжения рода человеческого. Это ошибка. Почему? Даже на примере канонических правил объясню. Вот, к примеру, если какая-то половина супружеская не может рожать, то в этом случае муж не должен оставлять жену или жена мужа. То есть она не имеет оснований канонических церковных оставить, если рожать. Или, ну понятно, или он не может, или она не может. С точки зрения природных возможностей. Но если у кого-то отсутствуют именно сексуальные возможности, то тогда муж или жена могут оставить, согласно канонических правилам, значит, мужа или жена. То есть не способны к супружеской жизни. Значит, у нас возникает вопрос. Именно потому что католическое богословие, вот здесь полемика католического богословия и православного богословия. Православное богословие говорит однозначно, что не самое главное продолжение рода человеческого через семью. Это не основная цель, а основная цель, а любовь. А сексуальное, значит, влечение – это проявление любви. Если оно в браке, конечно. Вне брака – это плод, это оперед страшный. Но в браке – брак честен, бложен и сверху. Так вот, и когда мы… А, вот католическое богословие утверждает, что брак создается исключительно для продолжения рода. Все. И вот бывали симпозиумы, которые именно, значит, полемизировали, потому что это очень важное, вот, именно важный, так сказать, момент, касающийся семейных отношений. Потому что некоторые считают, а нет, ну знаете, вот секс в отношениях между мужем и женой – это, ну, что-то греховное, ну, это и можно, конечно, допустить, но это, вот вы знаете, это что-то вот такое порочное. Это полное заблуждение. Потому что даже если мы будем с точки зрения, вот такой, знаете, вот физической рассматривать вообще, что такое сексуальность, то мы увидим, что сексуальность, она направлена не только на то, чтобы рожать. Потому что, вот, например, самые низшие организмы, они больше всего и рождают. Вот, например, взять любые, там, начинают в какой-то инфузории, понимаете, или и заканчивая, там, рыбами, понимаете, там, птицами и какими-то рептилиями. То есть мы видим, что репродуктивность огромная. И, следовательно, сексуальность – это то, что имеет отношение. Нет идеи пола, а к идее высшего вида. Потому что мы видим, чем выше вид, тем меньше репродуктивность. Обратите внимание. Вот, млекопитающиеся, у них меньше репродуктивность, чем у, значит, любых там, значит, ниже классов. А у человека вообще низкая репродуктивность. И поэтому мы должны понять, что вот даже церковь, она никогда не регламентирует сексуальной жизни своих прихожан. Она только говорит, ну, вы знаете, не должно быть близости, вот мы рекомендуем субботы на воскресенье, потому что это День Господень. Не должно быть близости в праздничные дни, двунадесятых праздников. Тоже, опять-таки, с вечера, имеется в виду на... Потому что день начинается литургический. С вечера и, значит, утром он уже заканчивается в Божественной литургии. А вот что касается поста, вот здесь церковь не говорит так. Она говорит, ну, вы согласуете эти моменты? Вот, то есть, как бы, она не контролирует жизнь исправимая. Вот это нужно понять. Церковь... Иначе это было бы со стороны церкви, понимаете. Раз мы благословили, то есть, церковь благословила на супружество, значит, она и узаконила эти отношения. Она может только пожелать и сказать, вы будьте там, значит, ради поста и молитвы, там, по согласию и так далее. Но вопрос согласия, это вопрос очень тонкий. Если мы, согласия, у нас будет в основном со стороны, скажем, женщины или мужчины больше, а здесь нужно достигнуть, понимаете, вот полного согласия. А если не будет достигнуто полного согласия, то что будет? Будет накапливаться негатив с той стороны, которая подвержена больше искушения. И чем закончится все это? Или он, скажем, если он вообще слабый человек, он уйдет в блуд? Или она там? И вот, а ведь апостол называет и в числе одной из причин брака преодоление блуда. Значит, во избежание блуда каждый имеет свою жену или мужа. Это мы должны учитывать. То есть, нельзя, понимаете, смотреть через окно монашеской келии на брак. А мы должны понимать, что брак – это то, что исключительно, значит, принадлежит именно брачущихся. Так вот, когда мы говорим о кризисе, то мы должны понимать, что это накопление всяких проблем. Их накапливается так много. Непонимание, раздражительность. А особенно это же вообще до кризисный период – это воспитание детей. Вот жена может меньше уделять вниманию мужу своему. Именно из-за детей. И причем она может очень свято в это верить, что это настолько вот, ну, вот это неизбежно и так далее. И потом еще раздражаться на мужа своего, что она не уделяет ему внимания, потому что она, ну, очень таким важным делом занята. Нет, все это правильно. Никто не говорит о том, что дети, значит, это святое. Просто речь о другом. О том, что, когда, значит, женщина становится женой, это одна обязанность. Ну и, соответственно, мужчина кем? Мужем. Но потом, когда они переходят в другую фазу, и эта фаза называется отец и мать, то это не значит, что одна обязанность, последующая, освобождает от предшествующих. Не освобождает. Просто увеличивается тягота креста. Почему? И нужно нести вместе этот крест нелегкий, тяжелый. И вот, когда мы говорим об этом кризисе среднего возраста, то мы говорим о том, что у человека к этому возрасту или накапливается огромное количество ошибок, и, ну, может накапливаться и позитивный опыт, потому что человек накапливает и то, и другое. И вот он может накопить больше ошибок, больше негатива к этому возрасту, а может больше позитива накопить. И вот, понимаете, на веса в жизни вот что-то должно в этот момент перевесить. И если у человека накопился только негатив, например, у женщины накопился негатив по отношению к мужчинам. Вот. Почему у нее негатив к мужчинам? Конечно, опять-таки разные будут причины. Неудачный брак, может быть, даже второй брак, может быть, и третий брак неудачный. Может быть, еще брак родителей. Может быть, брак неудачный окружающих ее там приятелей, друзей и так далее. Все это накапливается. Потом, сам вот неудачность этого брака, ведь она, понимаете, может быть в чем? В том, что люди неправильно живут. Вот я все хочу поговорить именно о том, что у мужчины душевная конституция не такая, как у женщины. То есть мы должны четко себе понимать, что пол, пол, он проходит не только именно в телесной плоскости. Вот мужчина отличается от женщины своей физиологией. Мужчины и женщины отличаются своей психологией в том числе. И вот они настолько разные, как они разные люди физиологически, так и психологически они разные. И вот если у женщины, скажем, в семье не было положительного общения с мужчиной, если у нее не было вообще нормального положительного общения с мужчинами, то к кризису среднего возраста, к этому бальзаковскому возрасту, у нее будет только один негатив. Все они негодяи, сволочи и так далее, и так далее. И она будет всех мужчин так воспринимать. И вот здесь нужно понимать женщине, сейчас если будем говорить о женщине, вот женщине нужно четко понять, чем отличается мужчина от нее в психологическом плане. Во-первых, мужчина и женщина имеют, мужчина, к примеру, имеет душу, женщина имеет душу, мужчина имеет эмоции, мужчина имеет эмоции, тоже имеет. Мужчина имеет разум, и женщина имеет разум. То есть все те же составляющие, структура одна и та же. Но вот соотношение ума и эмоций у мужчины и у женщины разное. Вот скажем, понимаете, вот вообще, конечно, если говорить об антропологии, это вообще отдельная тема, об этом можно говорить, но я сейчас просто так коснусь. Вот если мы сейчас условно возьмем. Вот есть на греческом языке такое слово «нус». «Нус» — это разум. Двинись сказать «ум». Но есть и вот другое слово «рацио». Мы часто знаем «рациональное мышление». Это разум. Но есть эмоциональная сфера. То есть вот если мы говорим об уме и об разуме, чем они отличаются? Вот ум — это более такое, знаете, интуитивное что-то. То, что скорее зависит от чистоты, вот, помышлений. Вот. Он более так вот интуитивно постигает вещи. А вот разум — это то, что постигает именно рационально окружающие. И вот вопрос в чем? В том, что именно у женщины разум, рациональное начало, ближе к эмоциям. Простите, именно ум, ближе к эмоциям. А у мужчины разум ближе к уму. То есть вот этот зазор существует. И вот этот зазор — это вот, я бы сказал, как раз конституция мужской и женской души. То есть если что-то будет случаться в каком-то ментальном смысле с женщиной, то она всегда будет, поскольку она близка к своим эмоциям, она будет всегда эмоционально любое ментальное событие в своей жизни переживать. А мужчина, он больше будет рационально любое ментальное событие в его жизни переживать. И вот исходя из того, как люди воспринимают мир, можно сказать так, женщина больше мироощущенчески воспринимает, а мужчина больше мировоззренчески воспринимает. Это связано и с тем, что Бог так устроил, скажем так, и это связано еще и с тем, чем занят больше мужчина. Он занят больше с тем, что он осваивает просторы больше вне семьи. А женщина больше осваивает просторы внутри семьи очага. Ибо как мы говорили, что женщине нужно хранить очаг, а хранить чем можно? Не умом скорее, а именно теплотой, сердечностью нужно хранить ей. И вот когда мужчина и женщина начинают общаться, мы уже говорили об этом, но я повторюсь, вот эту важную мысль выражу. Когда разговор происходит, то мужчина всегда ищет рациональное зерно, он пытается по полочкам все раскладывать. Он так мыслит, потому что его обязывает так мыслить и его социальное положение. А женщина, она будет всегда искать не столько рационального зерна, сколько именно самой атмосферы, в какой атмосфере происходит это общение. То есть для нее важен процесс общения, а для мужчины важна тема и цель этого общения. И поэтому если вот это общение происходит, и женщина пытается вывести его на этот уровень, не учитывая его мужской конституции, а мужчина будет пытаться выйти на женщину на этот уровень, все это в проигрыш. То есть ничего не получится, потому что будет бесконечный спор. Мужчина постоянно будет возмущаться женской логикой, как всегда. Женщина мужской холодностью, ты холодный, чурпантами и так далее, что только не будет говорить о моем. То есть это постоянный конфликт, но конфликт можно избежать. Прежде всего понимает, что каждому нужно, как один психолог сказал, дать 20 минут. Мужчина должен дать 20 минут, высказать, что произошло за истекший день. То есть когда он пришел с работы, разумеется. А женщине в это время нужно прекрасно понимать, что путь к мужскому сердцу, через желудок, тоже как бы посадить его и в такой комфортной атмосфере рассказывать ему это, чтобы его не раздражало просто вот этот разговор. И вот, а потом она соответственно выслушает его, вот понимаете, логику, там сказать, его работы и так далее, что у него накопилось, с чем он не согласен по жизни, с политикой партии вплоть до этого. Потому что у него-то, понимаете, он должен действительно, как тоже психолог замечательно выразил мысль, что у мужчины всегда есть своя миссия. И это нормально. Если женщина постоянно думает, что мужчина должен только именно вот опекать вот эту зону семьи, она ошибается, у них не получится диалог. Она должна понимать, что у мужчины есть своя миссия вне семьи. Некое состояние миссианства. Он должен что-то делать для... в глобальных масштабах. Ну не в том смысле, что, понимаете, чтобы посмеяться, а именно в том смысле, что он считает, что он должен обязательно порассуждать о политике, там, понимаете, что от этого будет очень много что-то зависеть и так далее. То есть какие-то есть свои планы, свои мечты, свой взгляд на жизнь и так далее, и так далее. Не надо воспринимать это как ненормальность, значит, психологии мужчины. А мужчине, соответственно, психологию женщины. Как вот ей только одного нужно, вот только ужин при свечах, там, только нужно, значит, вот, чтобы, там, разговор, вот они... Понимаете, здесь вот нужно вот это очень хорошо понимать. И тогда женщина никогда не будет раздражаться на мужчину. И мужчина, зная особенности женского, женской психологии, он всегда будет покладист. Он всегда тоже высушит и успокоит. Почему сейчас создаются однополые браки, если так можно сказать? Вы не задумывались? А я вам скажу, потому что мужчине, мужчину гораздо легче понять. Я не хочу сказать, что это правильно, это страшный грех. Но там не возникает проблем никаких, они мыслят одинаково, понимаете? И вот в результате вот это общение, вот именно на психологическом уровне, мы должны понимать, что в какой, в комфортной оно будет проходить атмосфере или нет. Если он будет некомфортный от общения, все, понимаете, никакого, ничего хорошего не будет. Потому что вот начинается кризис этот среднего возраста. Ну хорошо, подошли вот мужчины и женщины к этому рубежу. Ну поскольку женщина не сдерживала никогда своих эмоций, ну мужчина тоже в какой-то момент перестал сдерживать и руки, вот. Конечно, тупиковая ситуация. И ты, мол, уже детей отправили куда-то учиться, то и все. Возникает такое действительно настроение, лучше просто разойтись. Это будет всем и лучше, и дешевле, и так далее. Понимаете, но это опять-таки все от того, что люди не знают, а как выйти вообще из-за этих обстоятельств. Ну нам всем свойственно накапливать ошибки. Не надо, понимаете, обвинять друг друга. Нужно только подумать, вот, понимаете, чем мы можем преодолеть. Просто начать с себя. Вообще преображение мира должно начинаться с самого себя. Никогда нельзя преображать мир с кого-то. Нельзя исправить, значит, мужчину или женщину. Нужно себя исправлять. Только любовью можно завоевать сердце другого человека. Вот если мы другими станем, мы лучше станем. Вот мы станем добрее, понимаете. Мы не будем раздражать друг друга. Но для того, чтобы так вот подойти к этому, для этого же нужно человеку вот понимать, что так нужно делать. А не иначе. Но нет. Люди будут что делать? Доказывать, доказывать, доказывать. Ты не прав. Вот я тебя терплю, а тут соответственно. И понимаете, это бесконечный, перманентный такой процесс, понимаете, доказательств, которые не сделают людей счастливыми. Поэтому. Когда мы уже, как я уже сказал, вот подошли к этому состоянию пустого гнезда, детей нет, вот нужно всерьез заняться, значит, именно всеми сторонами своей жизни. Поскольку, понимаете, человек тоже очень изменился, очень изменился. То есть, вот эти все физиологические моменты и прочее, 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 то, о чем уже мы с вами говорили, все это изменилось. Человек стал другим. И вот если он изменился, понимаете, он в первую очередь должен быть очень критичен по отношению к себе. Настолько критичен. И он должен понимать, что нет тем в разговоре, в диалоге друг с другом каких-то табуированных, запретных. Все нужно обсуждать. Понимаете? То есть, обсуждать имеется в виду, не там конфликтовать друг с другом, понимаете, опять доказывать, кто был прав, кто не прав. Нет. Просто вот, понимаете, грех и проблема. Вот я бы все-таки хотел разграничить эти понятия. Потому что грех – это порог. Это порог души. А проблема – это не столько порог души, сколько есть какое-то, понимаете, вот искаженное, может быть, восприятие человека. И вот эту проблему можно решить. Можно решить в диалоге, в терпеливом диалоге, в выслушивании друг друга. Почему, понимаете, возникает такая обостренность в отношениях? Вплоть до того, что человеку нужно заняться своей, может быть, даже внешностью. Может быть, даже заняться своей фигурой. Потому что, понимаете, я всегда подчеркиваю, что такое человек. Вот если мы будем антропологически смотреть на человека. Тело без души, тело без души – это труп. В чистом виде, вот без души, вот тело – это труп. Куча навоза. А вот душа без тела – это призрак. И вот человек является человеком только в единстве души и тела. Соответственно, когда мы общаемся с человеком, то мы общаемся с этой полнотой, с единством души и тела. Мы не общаемся только с душой. Правда ведь? Если человек, скажем, дурно пахнет, то даже если у него душа хорошая, он тяжеловато будет общаться с этим человеком. А если он, понимаете, не следит за собой, там еще, 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 еще какие-то моменты, другие моменты. То, понимаете, это будет, конечно же, будет истощать. Мы, может быть, и не бросим в свою половину. Но мы постоянно будем жить в какой-то неудовлетворенности. Вот что-то не так. Вот, понимаете, будем постоянно с кем-то сравнивать, оценивать и так далее, и так далее. Вы должны понимать. Вот эта гармония. Понимаете, ведь когда говорят о муже и жене, то говорят как об одном теле. Правда? А ведь, понимаете, мы не стыдимся себя. Не в том смысле, что, понимаете, мы такие идеальные. А не стыдимся себя в том смысле, что, мы понимаем, есть болезни, любые болезни. То есть, и мы пытаемся лечить эти болезни. Мы не говорим, а вот это болезни связаны с какой-то такой стороной интимной. Мы не будем, понимаете, лечить это. Потому что это, ну, это как бы, ну, это как бы ниже нашего достоинства. А муж и жена это одно тело. Представьте себе, здесь не должно быть, понимаете, каких-то табуированных вопросов. Они настолько должны быть откровенны друг перед другом, иначе из-за этого накапливаются очень серьезные проблемы. Вот понимаете, вот любовь, вот когда мы говорим о любви, то мы всегда как-то однобоком воспринимаем, что такое любовь. Любовь, или мы сразу переводим в какую-то платоническую область, или в какую-то духовную область, или в какую-то физиологическую область. Но и та, и другая, и третья, понимаете, они являются неполной любовью. Потому что полная любовь, это когда присутствует все вместе. Но в какой-то момент, вы знаете, я воспользуюсь все-таки термином Фрейда. Вы знаете, такой есть термин, сублимация. Вот сублимация, это, если перевести на такой более наш язык, это преображение в переводе. Это преображение, возвышение от низшего к высшему. Это восхождение, это тот климакс, о котором мы говорили, лестница. Кстати, вот Иоанн Лестничник, мы будем праздновать, Житие Святого, да? Вот его греческая книжка, она будет так написана. Иоаннис ту климакс. Вот, Иоанн Лестничник. То есть он нам дает определенную лестницу духовного возрастания. Но в основном эта лестница связана с духовным возрастанием монаша, служащего. И вот там, конечно, не рассматривается отношение мужа и жены. И вот когда мы говорим об отношениях мужа и жены, то это возрастание возможно только совместное. Никогда не может быть кто-то возрастает, а кто-то нет, понимаете? Это уже все, это уже не одно тело. Мы же одно тело, мы же должны, если одна нога поднимается на ступеньку, так и другая же должна тянуться. Мы же не можем раскинуться, понимаете? Вот так. Одна нога слишком далеко забежала вперед, понимаете? А другая нога где-то... Мы будем двигаться или мы будем просто растяжку делать? Мы должны двигаться. А не застывать в шпагате. И вот для этого мы должны понимать, что это часть наша, понимаете, жена или муж. Вот настолько воспринимать как единое целое тело, одно тело. Поэтому ко всему относиться со вниманием, заботой. И никогда не подшутить над человеком, над своей половинкой. Это, понимаете, можно ранить всем. А чем больше открытость друг перед другом, чем больше, тем глубже рано. Вот если, скажем, организм закрыт кожей, значит, знаете, повреждение будет не такое значительное. А если, представьте себе, организм открыт, то и, соответственно, и будет рано глубже. А если перед избранниками или избранницей открывается, значит, его половинка, открывается настолько глубоко. И, представьте, там любая царапина, она уже ранит очень глубоко. Поэтому настолько нужно быть осторожным. А у нас сколько, Господи, криков, грубых слов, понимаете? Люди оскорбляют друг друга. И, конечно, когда подходят к этому возрасту, то люди, они останавливаются. Знаете, как на мытарствах, я бы сказал. Почему, когда говорят, а мытарство, батюшка, скажите, вот сколько там дней проходить мытарство? Вопрос, понимаете, без ответа. Потому что на мытарствах можно остаться, понимаете, на тысячу лет. На многие тысячи лет. Все зависит от того, сколько будет человечества, до страшного суда. Потому что кто-то будет молиться за этого человека, церковь будет молиться и так далее, будет постепенно переходить с одной ступеньки на другую. Так и в состоянии кризис со среднего возраста человек может остаться на, понимаете, он может просто не выйти из этого состояния. Вот начнется где-то в 25 лет. А сейчас нужно заметить, ведь, понимаете, взросление раньше начинается, да? У молодых персон. Вот смотришь, понимаете, такой томный взгляд, весь она такая уже, понимаете, вот-вот. И думаешь, сколько же ей лет? А оказывается ей, понимаете, 17 там лет. Но на какие 17 лет? Она уже давно, понимаете, выглядит на все 30. У нее уже начался этот кризис, и неизвестно, выйдет она с него или нет. Потому что у нее только накапливался негатив. Она не жила нормальной, здоровой жизнью. Она не была в каком-то смысле отроковицей. Она не была девушкой. Понимаете, она не была, значит, там, значит, я на Украине кажусь, молодытью и так далее, и так далее. Она вот сразу, понимаете, стала всем. Она постарела. Она прожила, знаете, как в машине времени, в нравственном смысле. Она прожила все. Она испепелила себя. Она выгорела. И как восстановить эти руины, понимаете, нравственные? Как их восстановить? И поэтому здесь нужно понять, что здесь все могут быть советы уместны, начиная от советов духовника и заканчивая советами сексоподобок. Потому что иногда люди исключают эту возможность. Ну как же я пойду там, понимаете? Нет. Православный человек, он должен понимать, что есть такие области, которые не зависят от меня лично. Кто-то должен оценить именно, так сказать, проблематику, если она есть в этом отношении. И, следовательно, ведь я должна быть в равновесии какого-то, как-то должно быть все очень гармонично и симфонично. То есть к этому они должны. И в какой-то момент они перерастают сексуальные проблемы, отношения, и они входят в какой-то возраст, в светлый возраст. Потому что есть же еще кризис, кризис пенсионного возраста. Понимаете? И вот можно и преодолеть, и все, и понимаете, а они войдут в этот возраст пенсионный совершенно спокойно. Они войдут с чистой душой, понимаете? Они преодолеют все проблемы, связанные с этим. И все будет светло, они будут, понимаете, радоваться друг другу, любить друг друга. И более, у них еще больше будет привязанность друг к другу, и заботы еще больше будет друг о друге. Потому что они смогли всегда все делать вместе, все преодолевать вместе. В этом есть смысл и сильнее. Пожалуй, лучше я послушаю ваши вопросы. Слушай вас. Батюшка, вы говорили о том, что 30-летнего возраста это совокупность отдельных частных кризисов, которые в какой-то момент приходят к своему пику. Вы не думаете о том, что это следствие наших неправильных установок сейчас отрочества, с юности? Если бы получали правильное наставление священников, родителей, которые бы нас правильно жизнью ориентировали, вы бы помогали бы сдержать многих тех ошибок, к которым мы приходили в 30 лет в принципе? Я более чем уверен. Я более чем уверен, потому что именно те, если кризисы неправильно были пережиты, потому что я помню, ты сказал о том, что зависит от того, будет ли третье лицо. Какое третье лицо именно в кризисе среднего возраста, когда пустое гнездо, и вот кто будет положительным советчиком, консультантом и так далее. Вот точно так же третье лицо должно быть, ну в данном случае второе лицо, вот по отношению к возрасту, я имею в виду переходному, значит, отроческому возрасту. Кто будет советчиком? Понимаете, если... Вот почему в мусульманских странах... Вот я хотел бы подчеркнуть, у вас еще один вопрос есть? Вот в мусульманских странах мы... Что мы видим? Мы, во-первых, это очень, понимаете, ощутимо. У них нет, может быть, и есть в некоторых странах, дома престарелых. Но в основном в мусульманских странах домов престарелых нет. И детских домов нет. Понимаете, о чем это говорит? О слабости нашей веры православной и преимуществе ислама над православием. Дело не в этом. Дело в том, что... Понимаете, чем отличается вообще православие, скажем, от Ветхого Завета и от ислама, в частности. Отличается тем, что... Если Ветхий Завет, вот вы читали его, знаете, это система прежде всего четких механизмов. Вот четкие установки. И вот человек должен действовать согласно инструкции. В исламе то же самое. То есть вся вера, по сути, сводится к тому, чтобы выполнять инструкции. В данном случае религиозные. Но поскольку религиозность иудейская и исламская, она, значит, налагает, как бы вот такое, скажем, всеобъемлющее влияние. То есть имеется в виду, по законам шариата, когда государство живет. Это значит, что полностью она охватывает все области жизни. То есть там все должно быть заполнено исламом. Начиная от учебы, семьи и заканчивая, ну, какими-то там, я не знаю, государственными, политическими вопросами. Вот. Особенно в этом отношении показателен Иран. Аятолла Хамени. Вот. То есть это, понимаете, это символ вот этого, скажем, такого фундаменталистского ислама. Так вот, в чем есть позитив вот этих систем религиозных? В том, что человек, он же ведь испорченный человек, понимаете? Вот сознание-то у человека какое? Оно, понимаете, оно греховно, оно пронизано грехом, как токами пронизано. И когда человеку Господь говорит, блажение чистее сердцем, я коти и богобузы, что это за заповедь такой? Или говорится, или блажение там плачущего, или блажение миротворца. Вот как исполнить эту заповедь, скажите, пожалуйста. Поэтому, понимаете, это заповедь, как я уже говорил, это не заповедь, понимаете, что нужно делать, а каким нужно быть. А человеку всегда легче казаться, что-то делать, понимаете, чем быть. А вот быть, вот состояние иметь постоянно. Вот нам легко, скажем, отпаститься пост, а потом уже не паститься, да? Понимаете, то есть нам всегда легко, понимаете, выполнять какие-то инструкции, пусть они тяжелые. А иногда даже это, понимаете, и зажигает человека. Вот это здорово, понимаете, так попаститься, вот хорошо там, понимаете. А вот быть, вот это очень тяжело, это состояние. И вот, понимаете, вот эти культы, они предлагают человеку вот эту систему поступков, действий. И когда человек их делает, там четко сказано, нужно чтить отца и матери. Ну, дети должны повиноваться родителям. Точка. И тут очень четко все понятно. Нужно выполнять. И поэтому, если я хочу считать себя правоверным, иудеем или мусульманином, я должен беспрекословно. Если женщина, она должна, значит, выполнять полностью беспрекословно, что говорит ей муж. Скажем, дети выполняют все, так сказать, указания родителей, и так далее, и так далее. И вот при такой, понимаете, жесткой системе именно поступков, как это может получиться, что именно в этой религиозной системе появляется дом престарелых или детдом? Да не может такого быть. По определению не может быть. Потому что, если они считают себя религиозным обществом, то как же так? Как же может быть дом престарелых, если должен почитать до конца своих родителей? Я должен за этими родителями укаживать, и так далее, и так далее. Но, кажется, такое впечатление складывается, что православие, оно как бы слабо. Нет. Вот здесь просто нужно четко понимать одну вещь. Вот ни ислам, ни иудаизм не даст человеку именно свободы. Вот изначально уже есть и система взглядов, особенно поступков, это уже не свобода. Человек обязан поступать именно в системе этих поступков. Он не может, понимаете, влево-вправо. Это уже будет выход за пределы системы. Это уже, понимаете, юридические нарушения. А именно, все пронизано именно юридизмом. И в исламе просто свой юридизм. И, соответственно, в иудаизме свой юридизм. А вот в православии там другое. Там идет речь именно о чистоте души. И вот эта чистота души, она должна раскрыться в любви к Богу. Ведь, понимаете, вот когда говорят об каких-то семьях, вот этих, таких консервативных, то говорят, вот как много, во многом несчастные, скажем, эти девушки, да, что они там, их обязывают вступать в брак. То есть, с точки зрения какой-то формальности, все будет там хорошо. Она будет слушаться все равно мужа. Он будет все равно обязан смотреть за своей женой. Потому что он обязан. Если у него, скажем, там гарем, он не может гарем завести просто так, понимаете. Он имеет право заводить гарем только тогда, когда он может его обслуживать. Во всех смыслах. И, ну, опять-таки, если в сердце заглянуть этих девушек, женщин, которые там, в гареме, то что мы понимаем? Конечно, многие, а уже настолько вот входят в это состояние, что, ну, они как бы смиряются где-то со своим положением и так далее, потому что система очень жесткая довольно. Вот. Но, понимаете, вот то, чего хочет сердце человека. Но вот когда православие дает именно свободу сердца, то это не значит, что оно, значит, эта свобода должна выразиться в волюнтаризме, в полном произволе и так далее. Она должна, значит, подражать именно этой свободе, христианской, христовой свободе. А именно я уже говорил, что свобода – это самовласть на славянском языке. То есть это, в первую очередь, самообладание. Но вот когда идет речь о свободе, ну, я полюбил одну, потом вторую, потом третью, это не свобода, потому что человек, он не свободен по отношению к тем инстинктам, которые терзают его. Он не свободен, он очень зависим от чего? От внутренних механизмов, физиологических механизмов, которые разрывают его начастие. Поэтому, когда речь идет о свободе, то прежде всего идет речь о свободе, свободном исполнении совершенных заповедей Божьих. То есть Господь не обязывает исполнять, а дает возможность человеку, силой к тому, чтобы человек исполнял. И Бог дает человеку такую свободу, это пик вообще христианской мысли, Господь дает такую человеку свободу, какую сам имеет. Потому что любить другое существо можно только тогда, когда ты обладаешь той же свободой. Поэтому Макарий Египетский говорит, человек обладает такой свободой, как Бог, ничем не меньше. Если он чуть-чуть меньше, это уже не любовь будет. Потому что тогда уже человек будет не любить Бога, а будет просто покоряться ему. А если у Бога больше свободы по отношению к человеку, то он будет просто милосердствовать по отношению, значит, к человеку. А любовь, возможно, только при этом согласии. Как симфонии, как одном теле. Вот то, о чем мы говорим, вот одно тело, это согласие. Вот, понимаете, одна нога должна обладать той же свободой, что и другая нога. Если, понимаете, одна рука будет чуть ограничена, это уже, понимаете, будет какая-то дисфункциональность организма. То есть, представляете, и вот каким образом получается так, что человек получает такую свободу, а потому, что Бог стал человеком. А это значит, что человек стал Богом по благодати. Вы представляете, на какой уровень возводит человека Бог? Это непостижимо, это немыслимо вообще, на какую высоту он возводит. Мы просто не можем с этим согласиться, мы не знаем, что с этим делать. Но, понимаете, если мы не знаем, что с этим делом, это не значит, что, понимаете, это плохо. И что лучше там, где, понимаете, человек будет, знаете, как Сталин говорил, мы загоним вас железной рукой к счастью. Мы этого хотим. Мы хотим, чтобы нам дали коммунистическую, серьезную материальную базу, где все по потребностям. И в то же время, понимаете, от звонка до звонка, но именно мы к такой системе стремились. И что это в результате? Это утопия. Потому что душа человеческая, она будет выливаться постоянно на свободу. Посмотрите, сколько диссидентства было. Оно, конечно, разное было, диссидентство. Это 60-е, это и вообще диссидентство, которое сопровождало именно советскую действительность. Потому что люди, они не могли жить в этом затклом воздухе. А сейчас говорят, ой, как хорошо в те времена было. Но когда спрашивают, что хорошо? То опять-таки, кроме кандалов, там ничего хорошего не было. Кандалы. Вот что человеку нужно для полного счастья. Вы помните, что нужно было иудеям, которые, значит, были освобождены Богом и оказались в пустыне? Им котлы с мясом и чесноком нужны были. Вот что им хотелось. Ну, там же кандалы нет, но там зато, значит, нам всегда, как барсику нальют, там, значит, и по звонку, значит, нас уложат спать и так далее. Вы понимаете? И вот, вот когда мы говорим именно вот об этих вещах, то мы должны понимать, что мы просто не справились с тем даром, который мы получили. Мы не знаем, вот об этом, конечно, мы будем вновь и вновь говорить, потому что именно дар Божий, что это такое дар Божий? Мы только со временем начинаем понимать, ну, Господи, какой нам дал Бог дар? Да? Вот, особенно это начинаем в перспективе блаженства вечного, если вот Господь говорит, что не видит того глаз, не слышит того уха, не приходило то на сердце человеку, что Господь уготовил любящим его, да? А в исламском, так сказать, месте блаженства, исламский рай какой? Там очень описывается четко, что будет происходить, значит, что, значит, мужчины, как вот такие заслуженные, отставные офицеры в пансионе для отставных офицеров будут обслуживаемые такими вот, знаете, полногрудыми, гурьями красивыми и так далее, везде будут полные чаши винограда и вина, и яст всевозможных и так далее. Вот, понимаете, вот как система поступков была детерминирована определенными вот такими вот, понимаете, четкими именно пределами, точно так же и рай. Вот за этот рай, ребята, нельзя. Вот только здесь, вот есть, значит, они в исламе говорят о том, что есть вот ограда райская. Вот. И вот за вот эту ограду нельзя, потому что там плохо. Вот здесь вы будете чувствовать себя хорошо. А когда говорят о православной богословии, о райском блаженстве, то она говорит следующее, что это не место, а состояние. Потому что даже огонь адский, это тот же божественный свет, просто который жжет там. А праведника он ласкает. Они чувствуют от него любовь, а там он жжет. Потому что так человек устроил свое восприятие. Ведь, понимаете, если мы любим друг друга, и мы не изменяем друг другу, то что будет? Мы будем, понимаете, в лучах, понимаете, обогреваться, понимаете, взаимной любви и ласки. А если кто-то предал, то может ли он смотреть в глаза своей половине? Огонь сжечь будет уже, сходить из этих глаз, а не тепло и свет. И вот если мы будем именно в таком ключе рассуждать, то тогда мы начнем понимать, именно в чем ценность православия. Не в том, что мы его не успели освоить, и значит, это хуже, чем то, что там нам предлагают. А именно нужно понимать, что по нам нельзя судить о ценностях благодати. Какие вопросы? Мальчика, можно спросить именно по отношению к психологии мужчины? Почему этот мужчина не поехал за границу, поддерживает своего ребенка, а поэтому жена? Почему он не поехал? Долго вы мучились этим вопросом. Я думал, что вы к концу... Дело в том, что, понимаете, никто не обязан был, понимаете, делать этот шаг. Никто. Почему он с ней не поехал? Нет, ну, вы поймите, понимаете? Во-первых, нужно понимать эту Жанну Данк, понимаете? Или Розу Лексенбургской. Понимаете? Она была броксом. Вот нужно просто... Нет, дело в том, что... А почему она так решила? Ведь, понимаете, мы должны понимать, что, когда говорим о браке, мы должны говорить о принципе иголочки и ниточки. Ведь, понимаете, брак – это не две иголочки и две ниточки, а иголочка с ниточкой. Вот давайте попробуем, понимаете, шить ниточкой без иголочек. Что у нас получится? Или давайте иголочкой попробуем шить без ниточки. Что у нас получится? Ничего не получится. Вот, понимаете, вот угораздило эту ниточку, понимаете, ехать почему-то вот туда. Как будто, понимаете, Клин сошелся, понимаете, именно над тем, понимаете, местом поступления и так далее, и так далее. Но кто ее заставлял? А ведь можно было прийти к компромиссу, понимаете, ведь можно было решить эту проблему по-другому. Но если человек привык, понимаете, выполнять ниточкой функции иголочки, ну, знаете, тут уже проблема, понимаете, в этом, понимаете, а не в том, понимаете, что мы сейчас должны, а почему, а что. Понимаете, здесь нужно подумать, немножко подумать. Мужчина был против, чтобы она ехала. Ну, понятное дело, понимаете. Это мужчина не хотела каких-то. Совершенно верно, понимаете. А сколько таких мужчин? Не, ну, понимаете, нужно понимать, что часто, и, понимаете, опять-таки, нет, я в данном случае хочу, как бы, так вот, понимаете, разрешить, как бы, знаете, любая проблема исчерпывается только тогда, когда мы понимаем, что виноваты обои, понимаете. Но и вот в данном случае, когда вы говорите об инфантильности мужчины, то мне хочется сказать, понимаете, о слишком большом энтузиазме женщины. Представьте себе, если женщина, она, понимаете, в неполной семье воспитывалась, ей сразу сказала мама, слушай, девочка, ты видишь вот этого, помнишь папу? Он, этот папа, ну, вот такой и такой, и раз такой негодяй, в конце концов, значит, так, что тебе нужно сделать? Тебе нужно получить такое образование, что когда ты потом, значит, от кого-то ребенка, значит, получишь, забеременеешь, вот. То есть ты просто заведешь для себя, вернее сказать, знаете, заводят котовками, ребенка для себя заведешь, между прочим. Имей в виду, чтобы ты была одновременно вот таким, понимаете, понимаете, вот и мужчина, и женщина одновременно, чтобы ты могла все. И вот, представляете, если у нее такая установка, что она может все и руками тучи развести, то как она воспринимает, понимаете, это вообще мужчина? Она воспринимает его просто как осеменителя, понимаете? Он свое дело сделал, а я все за тебя сделаю. Я здесь и быт налажу, понимаете, и буду зарабатывать деньги, и так далее, и так далее, и так далее. И что тогда? Конечно, она должна его всегда, она поддерживает, понимаете, должна. Она его, какие-то, скажем, что-то не получается у него, она, понимаете, любовью и спокойствием должна, вот и сделает так, понимаете? И что тогда будет в результате? Он, наоборот, будет окрыляться ее вот этим, тем, что она ободряет его. И вот, если она скажет, ты знаешь, вот мне приятно, когда вот ты вот так вот сделал, вот тот и тот. А он думает, действительно, вот я как бы чувствую, что я могу покровительствовать ей. И понимаете, вот когда, а женщина, она должна в себе воспитывать, наоборот, другую сторону. Потому что она должна понимать, что она должна находиться под этим покровительством. А если она хочет покровительствовать мужу, то, конечно, она получит в результате инфантила, понимаете, который будет лежать днями на диване. Это в лучшем случае. А в худшем он будет на улице лежать, понимаете? Она будет его искать. А в худшем, если мужчина наркотики принимает, например, выпивает, принимает наркотики, а женщина об этом не знает. Это в семье. Что тогда? То есть этот мужчина, который иголка, по сути, да, он принимает наркотики, и об этом не знает жена. Ну, вы знаете, здесь, конечно, опять-таки, понимаете, здесь много составляющих, потому что сама наркотическая зависимость, это еще и химическая зависимость. Поэтому здесь, конечно, нужно все-таки и именно медицинское лечение, кроме этого. А если не знает, никто не знает. Ну, вы знаете, мне хотелось бы только вот сейчас сказать, потому что эта тема очень такая объемная, я думаю, что мы когда-нибудь поговорим о зависимости от плоти. Но вот мне хотелось бы вот что сказать, что вообще вот любая проблема, любая проблема, она, конечно, не должна исчерпываться какими-то отдельными такими, вот понимаете, сторонами. Но самая основная проблема, запомните, у всех людей, зависимых на алкоголе, наркотиках, или там играх каких-то компьютерных и прочих, именно в том, что человек не знает смысла жизни, он не чувствует смысла жизни. Вот даже человека, вот вывели, к примеру, вывели сына с наркотиков. Все, понимаете, хорошее медицинское обслуживание там было. Потом его отправили на Камчатку, да? На Камчатке он там ловил крабов, понимаете, 4 года, все, вот нормально все. Он, понимаете, перестал быть наркоманом. Когда он вернулся на сушу, на материку уже так окончательно, как бы, ну, нормально заработал денег человеку, он опять удвоил дозу наркотиков. Почему? А потому что он смысла жизни не нашел, понимаете? То есть он, наоборот, только возможности у него увеличились, а смысла жизни нет. Почему люди заканчивают самоубийством при огромных финансовых возможностях и так далее, но что смысла жизни нет. Это очень важная, понимаете, проблема. И кризис среднего возраста, это тоже, понимаете, когда человек перестает ощущать, в чем его смысл жизни к этому. Потому что он уже не может жить так, как он жил, и не может жить, вот, значит, другими мерками. То есть что-то должно поменяться. Это, конечно, это, понимаете, я вообще не исчерпал эту проблему, кризис среднего возраста. Мы, скорее, будем просто возвращаться периодически к этой теме, потому что, ну, это очень тема серьезная, понимаете? Потому что, в основном, даже взять люди, верующие, это люди, опять-таки, переходящие в церковь, с каким, в каком возрасте? Как раз, понимаете, в этом кризисе среднего возраста. Потому что, вот почему, или в секту попадают люди именно в основном в этом возрасте? Почему? Потому что, понимаете, человек, вот, или эти отроки, подростки, вот, особенно там, где на гитарах играет, понимаете, такие секты, скажем, тусовочные секты, там, пятидесятники, неопятидесятники и так далее. Или, скажем, женщины уже бальзаковского возраста. То есть, почему? Потому что они находятся в состоянии, когда они сами не знают, как им дальше жить. Просто не знают, они ищут каких-то кумиров, какого-то понимания, согласия и так далее, и так далее. Батюшка, я хочу напомнить слова Кушкина, который уже преодолевает люди среднего возраста. Вы помните, какая у него была страстная апреля в молодости? Потом он написал, «Мои мечты теперь хозяйка, мой идеал теперь покой, до щедрошу, до сам большую». Мне кажется, что люди, земледельцы, бахари, у которых жизненная программа конкретная, четкая, установка с детства одна правильная. Они этого кризиса не испытывают. И они приходят к этому пониманию гораздо раньше, чем прошло. Однозначно, однозначно. Поэтому, вот, как бы, вот ваши слова, я вот, как бы, начал тему, ее не закончил, и я вот скажу вот что. Вот когда я говорил об исламской, именно, системе взгляда, и иудейской системе взгляда, ветхозаветной, я в данном случае не говорил об иудеях, а именно об этих, так сказать, системах взгляда, ветхозаветной и исламской. Так вот, это мощная, прежде всего, традиция. Вот почему на Востоке, вот даже как устраиваются дома, понимаете, вот он старый дом, и вокруг него, там, понимаете, достроена, там, понимаете, целая крепость. Почему? Потому что все поколения пристраиваются к своему родоначальнику. Это огромная, большая семья. Это род. Почему на Востоке говорят, это мой род, я должен, понимаете, там, завод, он готов, понимаете, на самые крайние меры, только ради чести рода. А на Западе взять Англию особенностей. Это вот этот эффект выброшенного птенца. Потому что там, в определенном возрасте, существует целая система школы джентльменов. И когда вот ребенка в эти, отдают пансионы, понимаете, и где оказываются потом родители, они в таких же пансионах, но только для престарелых оказываются. Потому что огромная пропасть начинает возникать. Просто человеческих коммуникаций. То есть Запад, это совершенно вот противоположен Востоку. В том смысле, что там сильная, именно вот эта система традиции передается из поколения в поколение, как вы сказали, что если человек будет именно в этой системе координат четких, он, по сути, даже не подходит к этому кризису среднего возраста. Он проходит, для него это только возрастная категория, но не психологическая. То есть он не переживает это как трагедия. Он просто прошел, да и все. И жизнь пошла дальше. Потому что все доверит. Вначале он доверяет своему там родителю, вот. А потом он все равно доверяет на протяжении жизни. Даже уже родители состарились. Он все равно уважает, почитает. Женщина уважает мужчину. И все они чувствуют ответственность друг за друга. Огромное ответственность. Вот так и у нас. Чем больше семья, чем больше ответственности, тем все меньше и меньше, значит, риска, что человек попадет именно вот в этот жернова этого возраста. Спасибо, Господь, за ваше внимание. Благодарю.